Малакане 18-19 веков. Особенности их жизни и учения. Малаканство как вершина русского богословия до евангельского пробуждения. Малакане вышли из духоборщия. Во второй половине XVIII века. О них сведения появляются в 1785 году. Может, они вышли немножко раньше. Дело в том, что, вот как написано в нашей истории, эта книга очень важная для вас. Это книга «История Ивановича и Хертиан Баптиста в СССР, когда еще было «Неразделенные братства». Тут поэтому можно прочитать и про Прибалтику, и про Молдавию. Ну вот, и здесь то, что я вам рассказывала, в такой краткой форме, упомянутые. Малакане, духоборы, упомянутые стрегольники. Так вот, значит, Малакане ведут свое начало непосредственно от духоборов. В роли руководителей духоборов в то время был такой Иларион Поберохин. И вот у него зять. Его имя, Семен Уклеин, встречается у меня в той книге «Квакеры в России». Я упоминала вам, что у меня такая книга есть. И они уклеенно упоминают там, как своего родного по духу. Что было общее у квакеров и духоборов, и Малакан? Это учение о чем? Ну-ка, дети мои. А лучше дух святой прибивают? Каждый мир. Но они называли это внутренний свет. Что мы должны руководствоваться внутренним светом. Так вот, Уклеин, он принял это учение. Он стал главным помощником Поберохина. Он был сведущим в Священном Писании. Он обладал даром слова. И большой авторитет приобрел. Но согласие между ним и тестью было лет пять всего. Потому что Поберохин к Библии относился с опаской, что она большая хлопотница. Поэтому Уклеин был убежден, что главный авторитет в вопросах веры – это Библия. Отделение произошло в связи с приоритетом Библии. Духоборы за время своей долгой жизни, отдельной от православия, обросли своими верованиями, обычаями, традициями, которые приобрели характер такой священный. Но их была животная книга. Они ею руководствовались. Я объясняла уже. Книга жизни. Они опасались печатного слова. Они предпочитали только все заучивать. Библии просто не было. И возникновение молоканства связано с тем, что появились у Библии в каком-то небольшом количестве. Но можно было как-то ее купить, достать, иметь. У Уклеина была Библия. У Уклеина не спорил с духоборами. Он не отрицал внутреннего света. Но требовал, что надо все проверять Божьим Словом. Таким образом, понимание откровения... Значит, Уклеин верил в откровение, которое ты приходит, как Бог себя открывает в Божьем Слове. А его вот тесть Поберохин, он понимал откровение от внутреннего света, какое-то откровение, которое ты получаешь вот извне, понимаете ли, помимо Библии. Ну, вот это их разделило. И отделилась вот эта группа молоканей, которые сказали, мы питаемся чистым молоком Божьего Слова. Поэтому они слово молока не признали. А вообще-то это их обозвали так, обозвала их консистория православная на том основании, что они в пост пьют молоко, то есть пост не соблюдают. И назвали молоканами. Ну, вот такое возникновение молоканства. А вообще-то молокане, вы поняли, это кличка, это наименование, которое дали им внешнее. Сами они себя называли духовные христиане. То есть, вы видите, это тянется опять к расколу. И помните, там у нас было движение духовных христиан. Духовные христиане в том смысле, что люди, которые отвергли иерархию и отвергли обряды, внешние отвергли. И значит, они живут духом, а не духовные христиане. И когда мне удалось достать в библиотеке журнал молокан, там написано журнал духовных христиан. Там нет слова молокане, понимаете как? Они сами назывались я духовные христиане. Но так как внешне называли молокане, они потом приняли это название и сказали, «Питаемся чисто молоком Божьего слова». И вскоре уклеен с небольшой общиной, выделился. Это все было в районе Тамбова. И даже с пением псалмов вошел он в город Тамбов. Он хотел открытую проповедь, ну такую, на улице. И хотел сокрушать идолов, то есть иконы. Ужас такой. Естественно, конечно, его вострок заключили. Когда вышел оттуда, он начал странствовать, чтобы снова не попадаться. Странствовал и проповедовал свое учение. При его жизни уже насчитывалось до пяти тысяч молокан. Теперь послушайте. Вот нам Наташа прочитает отрывок из книги. Я говорила вам об этой книге. Называется книга «Не бойся только веры». Нет. Здесь отрывок из этой книги. Чтобы вы нашли ее и прочитали. Я очень сожалею, что я дала такое название. Из этого названия все думают, что это что-то такое богословское. Здесь надо было назвать «Малакани и баптисты». Тогда бы все покупали. А это «Малакани и баптисты». Первая часть – это «Малакани», которых сошлют на Кавказ, которые потом там образуют общины евангельских христиан во Владикавказе. Из них же. И таким образом прямая такая связь «Малакан» и «Баптистов». И описано «Малаканство». Здесь уклеен и его сторонники. Но вы поняли, что где он проповедовал, там образовывались свои группы, которые объединялись вокруг Библии. Это была главная их черта. Библейские они были такие христиане. И как это все проходило, собрание. Значит, в этой книжечке маленькой «Не бойся только веры» тут описано. Это, значит, выходит, мой прадедушка будет. Мартын такой в деревне жил, неграмотный крестьянин. Поехал в Саратов торговать. Ну и ему говорят люди добрые. «Чтоб тебя не ограбили, там продаж, там зерно. А чтоб тебя не ограбили, ты останавливайся у «Малакан». У них честно все, у них чисто. И ты там хорошо отдохнешь». И он остановился в доме «Малаканина» по совету этому. И хозяин предложил ему Библию купить. И он, прижав к сердцу драгоценную книгу, приехал домой с этой Библией. Сам читать не умеет. В деревне никто не умеет. Но сын его, это стал быть мой дедушка, через щель в заборе учился грамоте, когда дьяк учил помещичьих детей. Помещичьи дети не слушались, хохотали, дразнились. А он учился через щель. А потом дедчика этого выгнали. Он нашел этого мальчика и говорит, «Вот они не хотят, а ты хочешь учиться. Давай я тебя научу так бесплатно». Научил его читать по складам. И вот об этом история, как начали в этой деревушке читать. Я хочу сказать, что вот этот кусочек, он пошел без моего ведома, без моего участия. Использовался даже в советской такой издании энциклопедии, где описывал, что такое Малакани. Этот отрывок туда вошел. Настолько он впечатляющий. Читаем, да? Да. В 70-е годы 19 века недалеко от Саратова жил со своей семьей крепостной по имени Мартын. В зимние вечера, когда зажигали лучины, его просторная изба наполнялась народом. Сын Мартына Кузьма по слогам читал Евангелие, прочитывая одни и те же тексты много раз. А слушатели с шепотом повторяли их, желая запомнить святые слова. Затем Мартын запевал псалом, «Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». Мелодия псалма была народная, протяжная, задушевная. Каждое слово выпивалось долго, особенно тщательно выводились гласные. После пропитого слова Мартын подсказывал поющим следующее слово, и все продолжали пение. Пели благоговейно, тихо, спокойно, сидя рядами на скамейках. Не было среди них учителя, который мог бы разъяснять тексты и беседовать о прочитанном. Со вздохами и слезами, с детской верой, люди принимали в сердце драгоценные слова и притворяли их в жизнь. Прошло немного времени, и в сердцах ревностных посетителей собраний в избе Мартына новая жизнь дала ростки. Они были такими наглядными. Мужчины перестали избивать своих жен, враждовать соседями, красть и пить. Женщины оставили злобу и злословие на своих мужей, невесток и детей. Вместо криков и ссор по вечерам слышалось пение да дружное жижание прялок. Мир Божий воцарился в семьях. Малаканин Прокофий, неграмотный, мало знавший Евангелие, старательно проводил в жизнь то малое, что знал. Услышав слова Христа, если кто имеет две одежды, то одну должен отдать неимущему, он пересмотрел все свое имущество. На нем оказалась одна рубаха, а вот шапок, лаптей и породков было подвое, и он раздал их. Когда он узнал о заповеди Христа, повелевающей накормить голодного, то повесил через плечо суму, в которой собирал хлеб, прося подаяния, и разносил его голодным. С этой сумой он не расставался до смерти. На одном собрании читался текст «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Галатом 6.2. На следующий день Прокофий со всей своей семьей отрабатывал на полях за тех, кто из немог, у кого было много ребятишек. Как вы думаете, что было на душе у этого Прокофия? Любовь. Рай. Вы понимаете, меня чрезвычайно трогают эти повествования. Эта действенность Божьего Слова конкретно останавливается. Ругань, драки, насилие. Никто ничего не делает, это только Слово делает. И вот это молокани. Их обозначат как молокани и будут ссылать как молокан. Как вы видите, здесь никакой организации нет. Принес этот Мартын Божье Слово, стали они читать. Ревностные посетители обозначились, те, кто интересовался. Вот. Среди них, значит, старец, один скоро станет учителем. Вот он и будет этого Кузьму сочитывать с девушкой Матрёной, служенной его на берегу реки, во враге-то. А потом их сошлют. Понимаете, правительство все время будет гнать. Гнать и гнать и гнать. Кто такие? Что за молокани? Вот. И их с этих мест, где мягкая земля и пшеничка растет, сошлют на Кавказ каменистая почва. И как там жить? А это же хлеборобы все. Ну вот они там будут клубнику разводить. И все. Но этому событию предшествовала страшная картина. Еще помещики были. И когда Мартын пришел в дом помещика, тот вызвал его какую-то работу дать, то он не кланялся к помещику. И тот сказал, ты раб мой, ты должен валяться в ногах. И он сказал, господин, поклоняйся ему одному служи. Я, господин, сделаю любую работу для вас. Но кланяться я буду только Богу. А в это время помещик ждал гостей. Готовил большой пир. Повар огромнейшую сковороду разжег на пламени барашка там жарить этот пир. И разъяренный помещик Мартын швырнул на эту сковороду. Вот этот прадедушка сгорел заживо на этой сковороде. Разъяренный повар не выдержал и свой длинный нож, это барана, которым резать, воткнул в помещика. Его в тюрьму взяли, помещик был убит. А еще до этого он велел перед глазами отца выпороть сына, вот этого Кузьму. То есть, понимаете ли, ярость духов злобы. И вот эта Матрёна нашла своего суженного, избитого. Его там промыло эти раны, маслом смазала. Вы понимаете ли, что вот это такая простая история. Ну и они как ну соединились они, как души их соединились, когда вот она так о нем позаботилась. Ну и потом они отправились, описано как переправлялись, как везли, несли на руках детей, на подводах вещи ехали, а они все весь пешком. Вот с Волги на Кавказ пешком. Но Бог так помог, что не было упавших, больных, умерших по дороге. А там их встречали свои молокане, которые прежде были переселены. Они сразу стали эти котлы варить, по домам разобрали их спать. И вот кончается вот эта книжечка про молокан. А дальше начинается уже история дочери, это значит моя мама, дочь этого Кузьмы, которая жаждала учиться. А ее мама, вот эта Матрёна, она умерла, строя их дом. Таская камни, кирпичи. А это была дочка последняя, там она еще, прежде были сестры. В общем, она умерла рано. И дом эта до сих пор в Кавказе стоит. Сестра была там, видела. Стоит этот дом с этой верандой, которую маме Белина было чистить и драить все время, чтобы она была домашней хозяйкой. Она хотела учиться. Видеосеминария ТВС, благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com И дальше идет пробуждение, приезд этого Казакова, проповедь его. Проповедь его там, где пивные, где валяются пьяные. Он пришел с группой певчих, пели девушки, а он говорил, что же вы сделали с образом Божьим, который Бог вам дал. Он сотворил вас по образу и подобию своему. Что же вы так унитили этот образ? Приходите на собрание. Когда они чисто переодетые, смиренно пришли на собрание, он обратился к этому полному залу и сказал, у кого из вас ничего нет, кроме греха, выходите сюда. Вот, понимаете, какой проповедник был? Ну, вот они как раз и взяли мою маму к себе жить, в виде ее желания учиться. Она от него покаялась на том ли собрании, на следующем. Но она по пятам за ним ходила. Он проповедовал. Где он проповедовал, там и она с ним. Где пели эти ситрички, там и она. Потом она будет самахаристской. Понимаете ли, это очень написано на самое сердце история, каждое слово правдивое. И потом революция началась. И потом Тиф или холера, какая-то эпидемия была. Как верующие выхаживали этих больных, спасали. Как они учились. Ведь советская власть, она учить начала. Безграмотный народ-то был совершенно. Всеобуч. И эти пастухи, эти совершенно не ведающие ни книг, ни карандашей, они отправились в рабфак, рабочий факультет, где профессора, других-то не было, профессора старые, должны были читать им лекции. И профессора руками разводили, как баранам читать, что бараны понимать могут. Из этих баранов потом будут первые осетинские академики. Такой цагул. Мама с ним сидела и, в общем, для него все эти лекции записывала. Потом она ему истолковывала. Он твое дело бросал ручку, говорит, небо. Нет, цагул, иди обратно к баранам своим. Ничего не получится у тебя. В общем, это очень яркое описание этой студенческой жизни. И в то же время, какая там и внутренняя духовная борьба шла. Там самоубийством кончала какая-то красавица и умница. И сам наш Проханов искушение пережил кончить жизнь собой. Под влиянием творений Шопенгауэра. Вы знаете, такая философия, которая показывает, зачем жить, для чего жить. Я вот удивляюсь, это как самоубийство какое-то, оно живет внутри человека, при обстоятельствах оно вспыхивает. Когда Есенин покончил с собой и оставил стихи, в этой жизни умереть не новое, но и жить, конечно, не новее. Это целая волна. Самоубийство началось. Потому что, в самом деле, жить-то тоже не новее. Ну, это так, попутно я вам просто говорю. Это интереснейшая книга, насыщеннейшая бытом того времени. И, значит, мама ходила проповедовать, когда уверовала, к осетинам. Осетины были диким народом, который взял и убил человека. А чего ты убил? А чего он стоит? На дороге стоит. И вот мама к ним, эта 17-летняя девушка, она к ним ходила. И у нас вот в истории написано, никто не знает, откуда верующие среди Осетии. Они назывались самородками. А я знаю, откуда. Понимаете как? Осетины. И потом она смогла поехать в Петербург. Поступила в два института. Экономические и полиграфические. И библейские курсы. И работала в воздушной академии. И писала книги за Чкалова и Молкова. Потому что они тоже были безграмотные. Стало быть, я туда, так он сюда, я поворот. И они надо было изложить как учебник это. Так что она за них писала. Ну, в общем, это уже такая дальнейшая история идет. Я просто хочу сказать, что это было очень пламенное время. Все, все тут. Тут и революция, тут и учеба, тут и разные новые какие-то философии, взгляды, бурления. Вы знаете, что такие эпохи мне очень нравятся. И когда вот я читала вам, что сейчас ныне на всех распутьях люди везде, я вам читала цитату, спорят везде о вере. Вот я хотела там тоже побыть, послушать, побеседовать с людьми, которые все хотят, пытают все. И не у пророков, не у священников, а у этих эритиков. Вот вы заглянули немножко в это образование, и как выглядели молокане. Значит, у них сложился известный порядок. Руководители были старые. Вот типичный такой какой-то праздник молокан. Видите, сидят старцы с длинными бородами, не очень длинными, но старцы. Женщины там вот на втором плане готовят, видимо, праздник, угощение. Значит, в молокане их руководители были старцы. И Библия. Тут вон Библия. Вот имеется, вот лежит книга, огромная толстая книга лежит. Это Библия. Знаете, для меня более сладостных картин нет. Все пробуждение связано с тем, что Библия. Появилась Библия. Можно читать Библию, можно раскрыть ее. Можно вместе читать, можно обсуждать ее. А касается она сердца человеческого. Я не знаю большего наслаждения в жизни, чем вокруг стола сесть, открыть Библию и беседовать. Чудо. Я не показывала еще вам портрет Веригина, руководитель духоборцев, в то время, когда они сжигали оружие. Эта история имеет продолжение. Духоборцы приезжали в Россию уже нашего времени с хором. Они исполняли песнь. Угадайте, какую песню они исполняли. Огромный хор приехал. Песнь о сожжении оружия. То есть это событие, конечно, центральное в их жизни. И даже в том, что я вам рассказала, наверное, вам запомнилась эта история о сожжении оружия. Так вот, значит, молока не. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok